Девушки отдыхают Точно, Джонни? Не ты? Точно. Ты же сама говорила, что никогда нас не перепутаешь. Ладно. А куда мы идем? А куда бы тебе хотелось? Серебряный пиксель в Норт-Олке. Идет. Я заеду за тобой в посмертии. Собирайся. Привет, Ви. Майка звонила. Перед закатом встречаемся у Мега-башни. Ты придешь? Конечно. Тогда до вечера. Тебя кто-то решил нанять как приманку? Это комплимент? Ты выглядишь по-другому. Попробуй еще раз. Может, в третий раз скажешь что-нибудь хорошее. Эй, бестия, ты готова? Опять ты? Мы идем? А где Джонни? Он все-таки не смог. Ты выглядишь... Вау. Это Джонни сказал вау? Или ты? Когда его ждать? Он будет позже. Он у тебя на коротком поводке. Ты умен не по годам. Это... Порже Джонни? Где ты его взял? Он стоял в контейнере. Помнишь, про который нам говорил Грейсон? Хм. Окей. У меня с ним связано много воспоминаний. Можно ехать. Серебряный пиксель твое любимое место? Было когда-то. Я давно туда не ездила. Автокинотеатры вышли из моды лет сто назад. Но серебряный пиксель еще как-то держится. А что, хорошее место для свидания? И мне так казалось. Поэтому я предложила Джонни поехать туда. Много-много лет назад. То есть это не его идея? Конечно, нет. Для него романтическое свидание это налет на штаб-квартиру Аросаки. Ладно, Вин. Скажи мне, что происходит на самом деле? Не понял. Джонни никогда ничего не делает просто так. В чем же дело на этот раз? Джонни изменился. Он правда хочет немного побыть с тобой. Не жди ты все время подвоха, бестия. Ну-ну. Бестия. Просто пытаюсь осмыслить. Джонни Сильверхенд вдруг перестал быть эгоистом? Определенно ты на него хорошо влияешь. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Приехали. Они закрылись? Сколько же я тут не была. Вообще, я недавно нормально тут проходил. Сейчас зайдем. Устроим кинопоказ только для вас двоих. Ладно. попробуй запустить проектор я пока выберу нам места все все будет ладно пойдем проверим проектор вход вот тут а кажется я нашел проектор ты случайно не знаешь как его запустить давай посмотрим в последний раз они показывали больше до 10 идеально да ну блеводное зрелище и мы в автомобильном кинотеатре фильм тут вообще не важен просто что-то должно идти фоном кровь кишки и сиськи не имеет значения но тогда бушидо подходит но все вилл ступай место дальше я сам справлюсь развлекайтесь молодежь я заняла лучшие места залезай ты так представляла себе это свидание многое должно было измениться чтобы мы просто взяли и пошли вечером в кино но не думала что все изменится настолько давай представим что сейчас 2015 мы только познакомились я еще не знаю какой-то мне нравится бестия из 77 эта версия намного хуже ладно допустим сейчас 2015 ты бы что-нибудь изменил если бы мог неважно что я сделал бы все чтобы не потерять тебя это намного лучше всего что могло бы быть но у нас всего лишь один вечер для меня это больше чем я мог надеяться вместе я здесь в чужом теле в чужом времени но я здесь в чужом поле а СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Джонни, я не могу. Это нечестно. Нечестно по отношению к Ви? Нет, к тебе. Я делала вид, что ничего не изменилось. Что я та бестия, которую ты знал. Мне даже себя немного удалось обмануть. Можешь не провожать. Бестия? Блядь. Бестия ушла? Да. Кажется, все прошло не очень хорошо. Да. Собирались хорошо провести вечер в кино. Потом она разозлилась и не сказала, из-за чего. И у тебя нет предположений? Помнишь Грейсона? Он очень странно с ней разговаривал. Даже не то чтобы странно, он ее как будто подначивал. Может, с этим что-то связано? Надо это обдумать. А пока отвези меня в Норд-Олк. А как это тебе поможет с Бестией? Не с ней, с Керри. На месте тебе все расскажу. И фильм какое-то говно в конфетной обертке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok